В областном объединении профсоюза сегодня ушановывали працованные династии и победители регионального профессионального конкурса «Гомельские мастеры». Все лета эта церемония прошла в девятый раз. Подробности в наступном сюжете. Убачить в одной зале представников одразу 14 працовных династий можно нечасто. Але на этот раз была приемная подстава собрать их разом. У каждой из этих семьях огульный працованный стаж значительно перевышает 100 годов. В номинации «Гандаль» працовная династия был к Новых Чижевских. Представлена трьма поколениями. Причем они не только забеспечиваются ЖХРУ Добруша якостными харчовыми товарами. Директор крамы Вячеслав Чижевский неодноразово становился лауреатом конкурса «Лепший предприниматель года», «Меценат года», «Лепший предприниматель Гомельской области» у сферы розничного гандля. Она начинается с мамы, с тещи моей, Зинаида Александровна Бавкунова. Она раньше работала еще в советское время в Добрушском райпо, потом в Гомельском райпо. С 2000 года она пошла в качестве продавца работать к нам, когда мы еще были индивидуальными предпринимателями. Также в нашей династии работают наши дети. Когда работают все свои люди, то и легче работать. Конкурс профессийного майстерства проводится с 2011 года. Тогда на сцену Гомельского областного дома профсоюзов узнялися 30 переможцев. Теперь их ликидзе на сотни. Люди самых разных профессий. Слесары, токары, медики, наставники, агрономы, выротовальники. Добрые слова за якостную працу гучать у адрес кожного из них. Сегодня до своих узнагород яны отримлювают еще одну. Звание переможца областного конкурса профессийного майстерства «Гомельские майстри». Вера Кузнец у сферы культуры працует больше, как 40 годов. Апошня 16 – директором Гомельской пятой детячей музычной школы. Мне нравятся дети. Я люблю детей. Научить их прекрасному, хорошему, доброму воспитывать детей – это самое любимое дело. А талантливых детей у нас в школе очень много. У нас 35 стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. У нас 18 детей награждены специальной премией областного исполнительного комитета, городского исполнительного комитета. Ежегодно у нас где-то около 30 учащихся становятся лауреатами международных и республиканских конкурсов.